МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место на полке. Местные товаропроизводители встретились с представителями федеральных торговых сетей. Горячие новости или как наша съемочная группа побывала в бане. Рыбный день. Кто попался на крючок участникам чебоксарской рыбалки. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев в Москве встретился с министром спорта России Виталием Мутко. На встрече говорилось о выделении более чем 300 миллионов рублей на строительство объектов спортивной инфраструктуры в Чувашии. В частности, на реконструкцию Ледового дворца Сокола на Чебоксарске, строительство Ледового дворца на стадионе Олимпийский в Чебоксарах, центра маунтинбайка и других объектов. В следующем году Чувашии с федерального бюджета предполагается направить 433,5 миллиона рублей. Из них 100 на строительство 10 стадионов площадок в муниципальных образованиях. Как найти свое место на полке? Сегодня местные товаропроизводители встретились с представителями крупнейших российских сетей розничной торговли. Беседа получилась непростой. Как показывает практика, рядовые покупатели больше доверяют тем товарам, которые производят в их родном регионе. Представители крупных федеральных торговых сетей это понимают и отмечают. На прилавках своих магазинов они готовы найти место местной продукции. Мы считаем, что местные товаропроизводители, местные товары, они, во-первых, качественные, потому что колено доставки, плечо доставки от производства и до полки он короткий. Можно все время поддерживать качественный продукт на полке. И, во-вторых, мы считаем, что люди здесь, производя продукт, имеют какую-то социальную ответственность перед населением, потому что они сами являются потребителями. Чувашским производителям такое сотрудничество тоже на руку, ведь чаще всего отовариваются жители как раз в больших сетевых магазинах. Казалось бы, все должны быть довольны, однако на деле отношения сторон складываются непросто. Сетевики требуют большие бонусы, то есть плату за вход в сеть, устанавливают низкие закупочные цены, долго согласовывают условия. А сами ни на какие уступки не идут, жалуются производители. 7 февраля и 14 февраля отправлены образцы продукции, и 3 марта в устной форме нам был, нами был получен отказ, как бы из-за отсутствия качества продукции. Хотелось бы попросить уважаемых, ну, пересмотреть и хотя бы опробировать в тестовом режиме эту продукцию. Надо побыстрее реагировать на то, что мы новинки вводим. У нас бывают новинки, которые мы бы хотели сразу ввести, но пока идут согласования, новинки становятся старинками. Министр экономического развития отметил, подобные противоречия на совещании не решить. Главное, чтобы после сегодняшней встречи и та, и другая сторона взяла их себе на карандаш. Собственно, для этого и нужны подобные мероприятия. Ольга Бырычкина, Александр Петров, Республика. В Республике продолжается благотворительный марафон именем детства во имя детства. Он завершится летом. Пока же все неравнодушные люди могут перечислять на счет марафона средства, которые затем пойдут на помощь нуждающимся детям. Глава Республиканского детского фонда Юрий Кислов рассказал нашему корреспонденту, как продвигается акция. Один миллион рублей уже собран. В том числе очень активно участвуют жители районов и городов. Знаете, именно поселки, сельская администрация, школы, учреждения здравоохранения. Надо отметить администрация президента, по старому администрации главы Чувашской Республики, более 100 тысяч уже перечислила. И есть ряд хозяйствующих субъектов, которые тоже активно перечисляют. На сегодня прорабатывается и совсем немножко осталось времени, чтобы решить проблему с СМС-голосованием или с СМС-перечислением средств в бюджет нашего благотворительного фонда. Я надеюсь, что через неделю-две мы активно запустим и этот проект. Это позволит нам все-таки собрать те средства, которые будут направлены для наших детишек. Из-за профилактических работ на едином портале госуслуг временно недоступны госуслуги. Об этом сообщает Минфромполитики Чувашия. Это касается записи на прием к врачу, госрегистрации рождения, закоторжения брака и некоторых других. Также временно нет доступа к оцифрованным изданиям в хранящемся библиотеках, доступ к фонду редких книг и к базам данных дошкольного образования. После реконструкции открылась баня в Новоюжном районе столицы. Наша съемочная группа вместе с главой Чебоксар Леонидом Черкесовым отправилась посмотреть, как работает общественное учреждение после ремонта. Баня номер два в Новоюжном районе построена еще в 80-х годах прошлого века. Впервые за это время баня закрылась на капитальный ремонт. Общая стоимость ремонтных работ составила более 10 миллионов рублей. Все расходы за счет предприятия. Комфортнее стало, хамам открыли еще, значит его не было. Бассейн улучшили. А коллектив остался тот же, душевный и приятный. В бане номер два за время ремонта изменилось все, начиная от плитки до вентиляции и отопительной системы. Бассейн здесь очищается по новой технологии. Здесь созданы все условия для любителей бани. В женском отделении сделали сауну влажного пара. Возможно, в скором времени такая же появится и в мужском. Такие пожелания не раз уже высказывали посетители, говорят сотрудники предприятия. Бани номер два обновилась, но цены остались прежними. Полтора часа пребывания здесь в будние дни стоит 185 рублей, выходные – 195. Вечером в выходные дни есть и двухчасовые сеансы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. 560 внедорожных мотосредств или снегоходов зарегистрировано сейчас в Чувашии. С каждым годом их число увеличивается, но не все знают, что такие самоходные машины подлежат обязательно регистрации. И с ними тоже надо проходить техосмотр. Только 277 из 560 проверили свое техническое состояние. Ежегодно гостехнодзор Чувашии проводит профилактическую операцию в снегоход. Прокатиться с ветерком по снежной целине – мечта многих, но порой такие экстремальные увлечения становятся опасны. До сих пор на слуху февральское происшествие возле санатория «Солнечный берег», когда молодой человек, не имевший права на вождение снегохода, наехал на ребенка. Кроме того, нередки случаи, когда сами водители получают травмы из-за технической неисправности снегоходов. Между тем, и с этими мотосредствами необходимо проходить техосмотр. Специально для этого в Чебоксарах на берегу Волги открыли пункт проверки технического состояния снегоходов. Категория техник, которой неудобно, например, приехать на нем или подвезти его прямо к инспекции, поэтому в этом году решили открыть пункт технического осмотра на месте уже эксплуатации. Центр у нас столицы, акватория Волга, считается речным портом, где больше всего эксплуатируются они, двигаются. Основным по выходным дням, потому что это средство считается как средство отдыха. В республике проходит конкурс «Женский облик науки». Завтра в Национальной библиотеке будут награждать победительниц. Одна из организаторов этого конкурса, Майя Страненко, ученый и общественный деятель, рассказала нам, чем форум этого года отличается от предыдущего. Республиканский конкурс «Женский облик науки» проводится в Чувашии второй раз. В прошлом году в нем приняли участие более 50 представительниц прекрасной половины человечества из Чебоксары и Новочебоксарска. В этом году география конкурса расширилась, стало больше участниц из районов республики. Участие абсолютно бесплатное. Конкурс организован региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» при поддержке Министерства образования республики. Спонсоры – малый и средний бизнес Чувашии. Процедура конкурса очень проста. Наши конкурсантки просто оформляют анкету, заверяют ее у руководителей своих организаций, которые их выдвигают. Как правило, это вузы с этого года и техникумы у нас добавились. Отправляют ее к нам на почту. У экспертов есть своя шкала оценок, критерии. Они оценивают. И к той конкурсантке, которая получает наибольшее количество баллов, выезжают наши эксперты на место, чтобы она не носила свои труды, не сканировала, не ксерокопировала. В следующем году в рамках конкурса организаторы планируют сделать номинацию за лучшую эмблему мероприятия. Также возможно, что женский облик науки станет всероссийским конкурсом. В Чувашии завершился зимний охотничий сезон. Но охотники не спешат зачехлять ружья. Они соревнуются в биатлоне. Представители из семи районов республики Новочебоксарской и Козловки собрались на базе отдыха Сапаскар Урмарского района и провели свою Олимпиаду. С места события рассказывает Ольга Алексеева. Олимпиада в Сочи завершилась, но спортивный дух не покинул россиян. Например, сегодня охотники Чувашии провели соревнования по биатлону. Николай Иванов – охотник со стажем 40 лет. Его основные трофеи – лоси, кабаны, лисы. Правда, сегодня его ружье будет стрелять не по диким животным, а по мишеням. Ведь именно он стал инициатором и организатором охотничьего биатлона. Важно – это, конечно, привлечение молодежи, порядку, спорту. Но охотничьего – это как огнестрельное оружие. Можно при хорошем обращении, при хорошем уходе, можно из этого, можно сказать, даже любопытство, даже праздники устраивать, как вот этот охотничий биатлон. На старт вышли пять команд, представляющих Яльчикский, Янтиковский, Урмарский районы, город Козловку и село Шаркистры. Кроме этого, в биатлоне соревновались охотники из-за личного первенства. Они же здесь стоящие, скажем, не биатлонисты, не профессионалы. То, что каждый, он где-то рабочий, где-то инженер, где-то что-то. И вот в силу своих заинтересований, он здесь участвует. Для района это у нас получается уже в общем плане, что действительно наш Урмарский район, как спортивный район, он звучит. Вот это и поддерживаются традиции. Борьба вышла с Жаркой. Самое сложное – стрелять после пробега, отметили охотники. Кто-то не справился с трассой и при падении потерял драгоценное время. Кого-то подвели лыжи и не выдержали нервы. В итоге лучший результат оказался у команды из Козловки. На втором месте урмарцы, на третьем – охотники из Янтикова. Стартовали и пришли на финиш, в принципе, практически все вместе. Вот. То есть разрыва не было и у всех результат хороший. Поэтому, я думаю, это общее достижение. И то, что первое место заняли, это благодаря всем. Достигнутым чувашские биатлонисты останавливаться не собираются. Их цель – привлечь к этому виду спорта охотников со всех районов Чувашии. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. 773 грамма – атаков улов победителей фестиваля «Чебоксарская рыбалка». Кто собрался на берегу Волги и какие заклинания помогали ловить рыбу, смотрите в нашем репортаже. На фестиваль «Чебоксарская рыбалка» многие пришли семьями. Алексей Ржавин решил развеять расхожее мнение, что на рыбалку нельзя ходить с женой. Они пришли вместе со Светланой, да еще и дочку с собой взяли. Юлиане даже сон приснился ночью, что она поймала большого сама. Теперь, несмотря на мороз, и ветер буквально заговаривает рыбу, чтобы попалась на крючок. Плавить рыбка не маленькая, не средняя, а большая. Рыбалкой женская часть семьи Ржавинах увлеклась года два назад. Светлана рассказывает, что зимняя рыбалка ей очень нравится, азарта больше. Сидишь и ждешь, когда же вылезет. Да вот ждем, никак не вылазить сегодня. Видимо, маленькие и мелкие кусают. Правда, на этой стороне рыбу ну никак не ловилось. Прикормили ее, видимо, ближе к берегу. Геннадий Кожевников вытаскивал окушков одного за другим. Сейчас еще поймаю. Рыбачий, говорит Геннадий Анатольевич, сколько себя помню. Без этого не обходится ни один выходной, ни летом, ни зимой. В чем секрет у дачной рыбалки, он так и не раскрыл. Ну, черт его знает, почему-то. Ну, люди тоже ловят, думаю. Я не один золотый. Нет, ну вы, вам почему везет конкретно? Юля, пошли. Сейчас. Тут надо заветное слово. Какое? Ну, вот секрет. Секретное заветное слово помогало многим. Концентрация конкурсантов на один квадратный метр вокруг удачливых рыбаков возрастала с каждой минутой. О том, куда деть улов, рыбаки не волнуются. После взвешивания многие забирают с собой. Владимир Саптеев в конкурсе рыбаков все же смог опередить Геннадия Кожевникова. Результат победителя – 733 грамма. Он же стал обладателем главного приза – телевизора. А в это время на берегу уже готовили уху. Пусть и не испойманные рыбы, но повара столичных кафе знали рецепт. Волшка и уха у нас. Сейчас водички добавим еще какие-то. Водку надо добавлять в конце варки с лавровым листом вместе. Вкусовые качества оценивало жюри. Уха из судака, щуки, креветок, лосося на овощном бульоне – чего только не было в меню фестиваля. Понравилось все. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. В Козловском районе прошел седьмой турнир по волейболу среди школьников Чувашской и Марийской республик. За звание лучшей волейбольной команды боролись 12 юношеских и 10 команд девушек. Как проходили и чем закончили соревнования, узнала наша съемочная группа. Юные спортсмены поразили организаторов и судей недетской волей к победе. После игр в группах определились фидалисты. Борьба за третье место проходила между волейболистами 1-й столичной гимназии и 6-й Новочебоксарской. В итоге со счетом 2-0 бронзу завоевали спортсмены города Спутника. Мы играем в первой лиге Чувашии, но спорт не мешает, потому что он наоборот дает больше уверенности в себе и также в учае помогает. Чем больше дел, тем быстрее все делаешь и успеваешь. Волейбол – уникальная командная игра. Турниры можно проводить в любое время года. Обязательное условие – наличие крытых спортивных площадок, которых в Козловском районе достаточно. Сегодняшние наши школьники, завтрашнее – наше будущее. И от того, какие будут наши дети, такое будет у нас будущее. И поэтому я думаю, что раз наша правительство нам создает такие условия, ведь мы раньше даже не смели думать, что у нас будут такие физкультурные зарядные комплексы, бассейн круглый год, спортивные залы, все, что хочешь. Занимайся, только не ленись. Первое место разделили между собой команда из Приволжска, Республики Марий-Элл, из средней школы номер 38, города Чебоксары. Всех победителей и призеров соревнований наградили дипломами и ценными призами. Дарина Ивнасила, Регина Кубакина, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова